Который за 9 месяцев без гроша в кармане пересёк границы 30 стран. Давайте поприветствуем этого удивительного человечества. Микрофон включен. Вы меня не очень видели. Алло. Ага, есть. Добрый день уже. Вы сами запутались. Да, если с праздниками новогодними, то мы, наверное, ещё в городе. Ну, как сказал Татьяна, меня зовут Александр, моя фамилия Уголов. Когда я зашёл в этот зал, я подумал, вообще, куда ли попал. Но когда я услышал вот этот вот устаряющийся куплет, всё зависит от нас самих, я понял, что я туда, похоже, попал. Потому что к завершению своего выступления я вам расскажу о моём дивизе, который состоит из двух слов, и он очень созвучен. Ваши. Про страхи, да? Что-то там такое вот. Я каждый раз, знаете, слушаю про себя, когда меня представляют и думаю, про кого это. Потому что что-то про 30 стран прозвучало. Я знаю, что их было больше 60. А то, что я собирался со своими страхами бороться и чё подобного. Я на тот момент считал себя героем, и я собирался со страхами других людей. Ну, давайте немножко с вопроса к вам. Скажите, раз уж про страхи, кто боится остаться без мобильного телефона? Вдруг неожиданно. Хорошо, а есть те, кто боятся. А кто боится темноты? Я высоты. Есть. А кто боится высоты? Я высоты. А кто боится мышей? Я высоты. А кто боится остаться один без гроша в кармане на неизвестной пустой трассе? Я не знаю, кто боится стоять в руку. Ну, почти все поднимали, да. Такие все достаточно продвинутые. Ну, значит, возвращаясь к страхам. Итак, я по образованию своему, какому-нибудь, второму психологу. И я проводил в своё время, до того, как отправился в это путешествие, я проводил тренинги и психологические консультации. Собственно говоря, я и сейчас провожу тренинги и консультации. Но это была жизнь до и жизнь после. Итак, я заметил такую одну особенность нас всех без исключения. Что когда мы начинаем заниматься собой, саморазвитием, независимо от того, приходим мы на консультацию к психологу, или приходим на тренинг, или начинаем читать книжки, или начинаем сами чего-нибудь себе там придумывать, какие-нибудь программы развивающие. Мы в какой-то момент, вот вспомните, да? Сегодня понедельник, первое число, и сегодня, предположим, начало месяца. Представьте, поводов отмазаться нет. Утро, заходим на пробежку. Вышли. Сегодня пробежали, завтра пробежали. Ну, может быть, ещё послезавтра. Кто-то неделю выдержал. Потом начинается, да, дождик. Там кто-то друг не пришёл вместе со мной побегать. Ещё что-то, ещё, ещё, ещё. И мы начинаем потихонечку так вот как-то тормозиться и отказываться назад. Так вот, в ходе своих тренингов и консультаций я начал исследовать такую статистику, насколько люди после вот этого вот рывка такого саморазвития потом остаются в этом же ритме продолжительное время или навсегда. Вот процент очень маленький. Где-то 8%. К сожалению. И на тот момент я понимал, что я нахожусь в состоянии такого максимализма. Мне хотелось так. Вот пришли люди, вот мы сейчас сидим в зале, да. Я сейчас 15 минут поговорю. Через 15 минут мы все выйдем отсюда совершенными, продвинутыми, реализованными, бесстрашными. Но так не получалось. Несмотря на то, что там были и двухдневные тренинги, и программы, которые растягивались на несколько месяцев. Всё равно мы совершаем несколько шагов вперёд, а потом что-то происходит, и мы хотя бы один, ну с половиной, а мы иногда и два, тормозим и уходим почему-то назад. И тогда передо мной стал вопрос, почему это происходит. Проводя свою статью, пообращаясь к своим коллегам, мы пришли к выводу, что всем нам без исключения, и мне в том числе, абсолютно я такой же, как и все остальные люди, нам всем в нашем развитии мешают страхи. Страхи не те, когда, знаете, вот сейчас сюда забежит тигр, да, и я вам скажу, не бойтесь, всё нормально, давайте будем на него наблюдать. Нет, мы не про эти страхи, мы про страхи, которые связаны с нашей социальной жизнью, с нами, как с людьми, которые умеют придумать себе что-нибудь того, чего ещё нет. И придумать почему-то же, порой, минусы, а не плюсы. Так вот, когда я для себя заключение такое сделал, что нас всех в нашем развитии тормозят страхи, то я начал собирать вторую статистику. А что нас всех защищает от этих самых страхов? Есть какие-нибудь варианты? Что нас от страхов защищает? Предлагайте. Любопытство. Любопытство. Так, ещё что? Цель. Цель. Деньги. Деньги. Окружение. Окружение, да, общение наше. Обязанность. Что ещё? Обязанность. Обязанность. Ответственность, да. Так вот, вы не назвали даже десятую долю того, сколько вариантов. Мы все во время статистики могли бы с вами во время опроса назвать варианты. Варианты великое множество. Я выбрал четыре, которые повторялись чаще всего. Один из них вот прозвучал. На первом месте по первому опросу были деньги. Представьте, нету денег. Ни на карточках, ни у друзей, ни у вас. И работы нет. И паперки нет, где можно посидеть эти деньги. Второе место по защите от страха занимает коммуникация. Возможность общаться. Да, когда у нас нет денег. Вот я сейчас к вам обращусь. Я сегодня не ел, вчера не ел. У кого есть булочка? У меня. Спасибо. А если бы вот у всех были булочки, кто бы мне дал булочку? Спасибо. Видите, да? Неважно, есть у меня деньги в кармане или нет. Но я уже могу, меня уже покормят. А почему? Потому что я с вами просто покоммуницировал. Мы с вами пообщаем. Итак, первое место деньги. Второе место шла коммуникация. На третьем месте находились различные предметы, вещи, которые нас защищают. Вот, например, нам нужно порезать хлеб. Мы достаем ножик. Нам нужно зажечь костер. Ну, я говорю по каких-то таких условиях, когда мы на природе, да? Мы достаем спички, зажигаем этот костер. Ну, вот стало темно, окна закрыты, мы включили свет. Пойдет дождь, мы достанем зонтик. Наступили холода, мы одели теплую обувь, одели там шубу, шапку. И вот эти все вещи, они нас тоже защищают от каких-то наших страхов всевозможных. И на четвертом месте находится наше умение планировать и составлять маршруты в нашей жизни. Вот кто знает, где он сегодня будет ночевать? Необычный вопрос, да? Но когда ты попадаешь в ситуацию, что ты не знаешь, где ты будешь ночевать, становится реально страшно. Так вот, вот эти четыре составляющие, основные, которые практически все называли. Я знаю, да, где я буду не только ночевать, где я буду через два часа, с кем я проведу выходной, где я работаю, к кому я хожу чай пить, где живут мои друзья. Все простроено, все гарантированно, все спокойно, все нормально. В кармане есть деньги, у меня куча людей, друзей, с которыми я могу коммуницировать. И у меня есть много-много вещей, которые у меня разложены по полочке. Вот эти четыре составляющие, как мне показалось, очень легко убрать. Мало того, что да, они названы были в первых пунктах. И мне нужно было разобраться, как и что делать с тем страхом, который нас всех тормозит. То есть, моя цель была понять, как нам развиваться и двигаться любому человеку, по какому алгоритму, преодолевая любой страх. И двигаться не без всяких вот этих откатов назад, а только вперед, 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 вперед. Как узнать? Я определил, что нас защищает. И я понял, вопрос решен. Убираем гарантии, оказываемся в максимальном состоянии страха. И дальше изучаем его. Ну, так как я практик, я понял, что я не могу вот так прийти и сказать, так, ребят, все, давайте, деньги все сюда на стол. Глаза закрыли, а рты заклеили, чтобы не коммуницировать. Да, вещи тоже вот во вторую кучку все сдали. Все, ключи тоже от всех, от квартир, от дачи, от всего прочего, тоже сюда. Все, счастье, побудем тренироваться и узнавать, что такое страх. Я так не могу сделать, поэтому я поставил себя в качестве исследователя и в качестве объекта, который я исследовал. Итак, от денег было отказаться легко, да? Вытащил деньги, вытащил карточки, убрал все заначки. Была у меня такая мысль, знаете, все-таки оставить где-то заначку. Но как только я представил, как у меня, например, в кармане лежит, ну, предположим, 100 долларов, я понял, как у меня внутри, знаете, все расслабляется. Ну, если что, у меня же есть. Поэтому пришлось это тоже оставить. Более того, для того, чтобы усилить вот это вот состояние страха безденежья, я поставил себе такое условие, что я не буду нигде подрабатывать. Я не имею права подрабатывать, да, вот в протяжении своего эксперимента. И еще одно было условие, что я не могу просить денег. Все, вот чтобы от денег отказалось, вот нету. Страшно кому-нибудь стало? Невозможно. Нереально, да. Но этого мало. Я понял, что, ну что, я пойду разговаривать, да, вулочку. Видите, я у вас уже булочку попросил. Я понял, что для того, чтобы убрать коммуникацию, здесь уже посложнее, чем с деньгами, да, как убрать коммуникацию, везде люди, что же делать? Надо пойти туда, где я не смогу разговаривать, где я не знаю того языка, на котором говорят люди. И отсюда родилась идея, а что если обойти еще заодно вокруг света? Что только страх исследовать? Уж замахнуться, так замахнуться. Надо отправляться как можно более экзотические страны, в которых я точно никак не смогу разговаривать. Ну, разве что на языке жестов. Но я об этом не думал тогда, про язык жестов. Я подумал, да, круто, побежали мурашки по телу, стало так это волнительно. Но нужно было еще убрать вещи. С вещами тоже оказалось просто. На мне был комплект одежды, и второй комплект одежды поместился в небольшой вот такой рюкзачок. В рюкзачке еще лежал фотоаппарат, в спальный мешок был, вот это была единственная моя роскошь, да. И загранпаспорт у меня за поясом. Все, никаких ножичков, фонариков, никаких телефонов, коммуникация живут, должна была быть убрана полностью. Никаких таблеток, часто задают на карту из лекарств, не было никаких таблеток. Нечего хочешь, выживайте, выживайте. А спички были? Не было. Ножичков не было, фонариков не было. Ну, в общем, куча. И четвертое, как убрать маршрутность и плановость, да. Ну, первое, это классно, не знать, где ты будешь ночевать. Да что там ночевать, представляете, вот я выхожу на дорогу. Насколько я могу знать план своей жизни? Я могу его знать только до ближайшего поворота, который я вижу. И то я не знаю, когда я окажусь за этим поворотом. Ну, примерно, если я пойду пешком, это зайдет там полчаса, если меня подвезут на машине, это будет меньше времени. Если я останусь стоять, и меня никто не будет подвозить, это еще затянется. Ну, а уж проночевать, это вообще где-то на грани фантастики. Где я буду ночевать? Не знаю. Итак, вот эти четыре составляющие были обраны. И, как вы думаете, ну, вот это я решил же, а нужно же еще выйти из дома. В тот момент, когда я решил, я вам честно скажу, меня распирало, на тот момент я считал себя таким, ну, я такой, герой, вау, я пойду заниматься исследованием природы страха. Как ученый, психолог, круто, круто, мне так нравилось, меня прям перло так. Я придумал четыре эти составляющие, прикинул, что это страшновато, конечно, но я же еще никуда не выдвинулся. Как вы думаете, когда появился такой страх, что я понял, что я уже никуда не хочу идти? Варианты? У порога. А, за порог вышел. На трассе. На трассе. Утром проснулся. Как вы ждете спать первый вечер, когда созрел уже поживут. Вот, а это все начинали. Посмотрите, все, что вы называете, в эти моменты были страхи, да? Страх появился в тот момент, когда вот этот вот герой, который во мне такой-то, какой-то там буйствовал просто, сложил вот этот вот рюкзачок, прикинул, вот, денег нет, тут у меня рюкзачок, завтра я выхожу. А стартовал я 12 июля. А это был вечер 11-го. И я такой вот, меня просто там вообще так, мне хочется покоммуницировать, рассказать всем. Я такой открываю интернет, захожу на свою страничку и пишу сообщение. Все, завтра я выхожу в свой великий эксперимент. И такой на кнопочку, как только нажал, вот это все ушло. И вот здесь появился страх, который накрыл просто, знаете, но, но вот, он пригнул меня к земле. Он куда-то, мой герой сразу куда-то, растворился, потому что включила себя, вспомните себя, да, как мы планируем. Я начну что-нибудь, да, там делать. И мы в этот момент такие, о, да, я буду делать. Раз, подходит момент, надо делать. У нас начинается, ой, и у нас пошло, включаются биохимические процессы, они начинают прессовать тело, а дальше включается наш великий и могучий разум, который нам дан, да, и мысли пошли, да, у меня пошли какие мысли, я такой, так, почему завтра, завтра 12 июля, вообще не первое число, потом 12 июля, это был четверг, я такой, ни понедельник, никакой знаменательной даты, не, 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 завтра, что-то я завтра, наверное, не пойду, я буду исследовать страх, но не завтра, ни 12, ни в четверг, ни в этот месяц, ой, мне еще надо вот туда съездить, ой, нужно было еще вот сюда позвонить, ну, знакомо, правда, всем знакомо, вот, и в этот момент, когда я у себя уже уговорил, что я не завтра буду все это исследовать, у меня такое расслабление пошло, у меня опять герой такой появляется, я буду заниматься исследованием страха, в этот момент звонит телефон, вот, коммуникация, это реально, в общем, очень классная вещь, и здорово, что мы, нас так много, звонит телефон, я поднимаю трубу, позвонит мой друг, и говорит, привет, я увидел твое сообщение, поздравляю, завтра, да, ты в путь, я говорю, не, слава, завтра, это, я тут, что-то, как-то, дела у меня, ну, и начинаем рассказывать про понедельник, про первое число, он мне такое говорит, а, я понял тебя, слушай, давай, что сделаем, давай, говорит, говорит, ты будешь исследовать страху, будешь, не завтра, не завтра, хорошо, давай найдем точку старта, я такой говорю, о, классно, давай, вот здесь фотографии, когда мелькают, когда вы увидите фотографии, там, в красной футболке, кепочке я такой стою, это вот первая фотография, значит, и он говорит, давай завтра, ты выходишь с рюкзаком, я подъезжаю на машине, мы уезжаем куда-нибудь за город, находим место старта, откуда ты будешь, когда-нибудь потом стартовать, и делаем фотку, здорово, я говорю, супер, мне нравится, я на следующее утро, выхожу из дома, такой счастливый, я думаю, мы сейчас поедем с другом, сделаем классную фотку, потом вернемся к другу, к другу домой, или в кафешку куда-нибудь зайдем, посидим, попьем чаю, поговорим, давно не виделись, здорово, такой я довольный, в хорошем настроении, еду, приезжаем, мы находим это место, знаете, куда вы уехали, по, в сторону Крутинки, вот по этой трассе, через левый берег, до поста ГАИ, и за пост ГАИ еще уехали 30 километров, там нашли, такой, съезд небольшой, с дороги, и чуть в отдалении, заправочная станция, он такой говорит, ну смотри, сюда же машина может завернуть, может, о, супер, здорово, а если, говорит, никто не остановится, ты можешь туда пойти, на заправку, там с кем договоришься, я говорю, слушай, да, мне нравится, он говорит, ну давай, вставай, я встаю, поднимаю, значит, руку, он делает фотографию, он мне говорит, а теперь, говорит, тебе нужно, говорит, чтобы посыл такой дать, ты, говорит, вот, походи по, вот, вот здесь, вживись в рот, ну я закрываю глаза, и начинаю ходить, вживаться в рот. Ну дальше, как в настоящем триллере, да, я поворачиваюсь, машина удаляется в сторону города, мой друг оказался настоящим другом, дальше появляется следующий страх, да, потому что я понимаю, что мне без разницы возвращаться домой или двигаться все-таки теперь в путь, у меня действие одно и то же нужно совершать, нужно выходить на дорогу. И здесь начинается следующее вот это состояние, да, начинается включаться опять биохимия, тело сжимается, я такой думаю, ааа, все пропало, я забыл посмотреть, как руку правильно поднимать, как машину-то останавливать, чтобы она поняла, что я без денег еду, так, так, как, все, и дальше начинается пляска нашего вот этого состояния страха, да, я такой, так, эту машину, ой, нет, эта машина грязная, ой, это какая-то сильно крутая, не, эти не остановятся, ой, какой-то водитель недовольный, ой, это что-то поздравительно улыбается, не, не буду останавливать, я пляшу какое-то вот это время продолжительное, такие пляски, потом я понимаю, что я могу долго так плясать, и я такой говорю, ладно, я не буду легковые останавливать машины, я буду останавливать грузовые, и я стою, легковая, фух, легковая, ой, еще одна легковая, грузовая, так, я не буду первую останавливать, я третью буду останавливать грузовую, первая грузовая, вторая, третья, ой, третья грузовая оказалась сразу грязная, крутая, водитель сразу улыбался, и как-то подозрительно смотрел, в общем, грузовая проехала мимо, И в этот момент я для себя вдруг понял, что нужно что-то делать. И я вспомнил один классный способ, который вы тоже все знаете. Помните в детстве, как мы спасались от страха? Да, вот эта фотография, вот там вот видите, чуть дальше заправка, а здесь вот этот вот съезд. Помните, как в детстве мы прятались от страха? Надо закрыть глаза и забраться под одеяло. Одеяло у меня не было, но глаза можно было закрыть. И я сделал вот так, я закрыл глаза, поднял руку и, представляете, машина остановила. Самое забавное было то, что тот водитель, который остановился, это была семерка, кажется, жгули, такого бордового цвета. Так вот водитель, который ехал, он ехал в крутинку, и это был преподаватель ОБЖ. И вот он до крутинки мне рассказывал правила безопасной жизнедеятельности. Он говорил, что я, конечно же, ненормальный, какие страхи, ты что, как можно без денег. В общем, когда ты проезжаешь, когда остановится одна машина, вторая, третья, четвертая, алгоритм уже становится известен, и ты уже перестаешь этого бояться. И, знаете, где-то через несколько дней я вдруг понял, что все-таки стать бесстрашным, да, таким героем, как я представлял изначально, у меня не получится. Я понял простой алгоритм, что страх на самом деле, и это подтвердил весь мой путь, страх, он на самом деле не тормоз нашего развития, а он двигатель нашего развития. И вы мне скажете, как же так, стоило ли тогда исследовать страхи? Но оказалось, что нет никакого противоречия, потому что страхи будут появляться постоянно. Это свойство нашей психики рождать вот это состояние тревожности в тот момент, когда мы не знаем алгоритма решения какой-то ситуации. И в этом же наш плюс, потому что потом, когда я начал читать исследования ученых, оказалось, что в момент, когда мы попадаем в ситуацию неизвестности, которую мы не знаем, как решить, и начинаем действовать, выбираем не оставаться на диване, прорастая некоторыми местами в диван, а двигаться вперед, у нас начинают развиваться новые нервные связи. И получается память, воображение, у нас начинает появляться бодрость, происходят даже процессы омоложения. Ну, в общем, получается, что дело не в страхе, а в нашем выборе. И это путь подтвердил. И, казалось бы, я вот когда двигался по пути, я думал, я такой исследователь, я отправился исследовать страх. Но когда я вернулся, я понял, что мир сыграл со мной абсолютно в другую игру. Он мне говорил, ну, игра, 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 вы, следователя, да, но я с тобой буду в другую игру играть. И произошло то, что отправляюсь исследовать страх для того, чтобы разработать потом методику и помогать другим людям. Ну, это тоже произошло, но главным было другое. Этот путь трансформировал меня и показал мне ряд правил, которые работали именно, как я на тот момент думал, ооо, это в путешествии мир так работает. Но когда я вернулся, я понял, что если вот сейчас вы скажете, ну, так что же нам всем собирать рюкзаки и отправляться в путь для того, чтобы понять, вот, как взаимодействовать со страхом, понять все, что вот я там тоже осознал. Я вам скажу, нет, для этого вообще не надо никуда выдвигаться. Можно оставаться там, где мы есть в данный момент, просто начать играть по тем правилам, которые нам транслирует постоянно жизнь, мир, вселенную. И эти правила следующие. Хорошо. Правило первое. Иди своим путем. Когда я отправился исследовать эти страхи, вот знаете, я когда рассказываю и какие-то вспоминаю вещи по поводу всего моего пути, да, я вошел вокруг света, дважды пересекал экватор, объездил, на пяти континентах, сколько-то там, вот, не 30, да, там что-то, 60, больше, там 68, что-то чуть-чуть больше там стран было. Там просто, знаете, были какие-то ситуации, когда я двигался автостопом, морестопом, то есть яхты тоже, оказывается, имеют способность... Так. Продолжение следует...